Трагедия в Черкасах. На центральном стадионе баскетбольный щит едва не раздавил 12-летнего мальчика. Прямо на глазах у его отца и десятков очевидцев. Как и почему это случилось, Станислав Кухарчук расскажет. Это баскетбольное поле, где в прошлое воскресенье случилась беда. Сейчас о ней напоминают лишь высохшее пятно крови и сложенная баскетбольная конструкция. Именно она едва не раздавила 12-летнего Олега Рудницкого. Тренер парня рассказывает, сыграв в футбольный матч, его команда ожидала награждения под надзором родителей. Как подростки очутились на баскетбольном поле, не знает. Минуту назад дети счастливые, готовится одно, а потом случается такая беда. Тут можно многих винить, я могу винить и себя, потому что я вообще это все проводил, весь этот турнир. Родители могут винить себя, они были рядышком в 50 метрах. Конструкция весом в несколько сотен килограммов сложилась в считанные секунды и покалечила Олега. Он в реанимации. Позади тяжелая операция на позвоночнике. Ни мальчик, ни его родители с прессой почти не общаются, до сих пор в шоке. Ведь то, что баскетбольный щит сделал с позвоночником ребенка, ужасает. Хребцы полетели, вот это должны быть, бачите, а вот они все разлетелись. И перелом вот тут, что есть маленький тут, тут и тут. Подобных травм врачи областной детской больницы не помнят уже давно. Олег шесть лет занимался футболом и подавал большие надежды. Но об игре сейчас даже речь не идет. Врачи делают все, чтобы мальчик хотя бы когда-нибудь поднялся на ноги. Сейчас тяжело сказать, будет ходить или не будет. Есть движение или не будет движение, или будет спинальник. Но трудно сказать, я думаю, что через месяц мы будем узнать. Как все произошло, зафиксировала камера наблюдения стадиона. Правда, видео, якобы из этических соображений, дирекция не предоставляет. Там говорят, это несчастный случай. И в деталях пытаются описать, что происходило. Только вы взялись, потянулся руками, одну ногу поставил, другую ногу поставил, и она склалась. Все. Вот это, что вы видели. Правоохранители уже изъяли подъемник щита и видеокамеры наблюдения в качестве вещественных доказательств. Сейчас устанавливают, это был несчастный случай или все же служебная халатность. Именно по такой статье открыто уголовное производство. Первые червовые действия, они квалификуют пока так, 367. По концу досудового расследования, я думаю, будет все заявлено. И если будут заявлены другие обстоятельства, то, возможно, но не факт, будет переквалификация. А вот для родителей Олега сейчас важнее поставить сына на ноги. После операции позвоночник мальчика зафиксирован пластиной и винтами. Нижних конечностей ребенок не чувствует. Украинские врачи сделали для юного футболиста все возможное. Теперь его ждут медики в Израиле.